С главными событиями к этому часу в студии Надежда Литкова. Сегодня на заседании избирательной комиссии двум кандидатам были выданы разрешения на открытие специальных избирательных счетов, а именно кандидату от «Единой России» Сергею Коткину и кандидату от «Справедливой России» Виктору Шустрову. Таким образом, разрешения на открытие специальных избирательных счетов выданы восьми кандидатам. Среди них три самовыдвиженца – Мария Полякова, Владимир Кисляков и Максим Малышев – и пять кандидатов от политических партий – Андрей Смыченков – ЛДПР, Александр Саблинко – ПРФ, Алексей Лебедев – Коммунистическая партия «Коммунисты России», Виктор Шустров – «Справедливая Россия» и Сергей Коткин – «Единая Россия». Кроме того, на заседании назначили членов избирательной комиссии НАУ ответственных за работу с избирательными бюллетенями при подготовке и проведении выборов депутатов Госдумы. Ими стали Георгий Попов, Людмила Тоскаева, Лариса Свиридова и Михаил Васильев. Также на заседании назначили уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов в депутаты. Мы плавно подходим к следующему этапу избирательной кампании, когда кандидаты уже предоставляют документы на регистрацию. И 23-го истекает срок для кандидатов, выдвинутых от политических партий, предоставлять документы и тем самым подтверждать, что они желают баллотироваться и подтверждают решение партии на то, чтобы выдвинуть свою кандидатуру в качестве кандидата. Напомню, сегодня на выборы выдвинулись 8 кандидатов, 5 из них от политических партий. «Справедливая Россия» выдвинула Виктора Шустрова своим кандидатом в одномандатном округе номер 221 на 8-м съезде 27 июня. В списке «Справедливой России» были заверены Центр-избиркомом РФ 12 июля. Член Коммунистической партии «Коммунисты России» Алексей Лебедев уведомил 15 июля избирательную комиссию Нинецкого округа о выдвижении в депутаты Госдумы 7-го созыва по 221-му одномандатному округу. «Коммунисты России» входят в число 14 партий, допущенных к участию в думских выборах, без сбора подписей. Она выставила кандидатов во всех 225 одномандатных округах. Андрей Смаченков был утвержден кандидатом от ЛДПР в 221-м одномандатном округе на 29-м всероссийском съезде партии 28 июня. Он же стал единственным кандидатом, включенным в территориальную группу номер 134, которая представляет собой территорию НАУ. Первый секретарь Нинецкого окружкома КПРФ Александр Саблин стал вторым партийным кандидатом в Думу по одномандатному округу номер 221. Кандидат выдвинут своей партией КПРФ. Это произошло на партийном съезде 25 июня. Сергей Коткин был выдвинут кандидатом от партии власти по округу номер 221 на 15-м съезде Единой России 27 июня. Он стал победителем предварительного голосования, которое прошло 22 мая. Напомним, что выборы в Госдуму седьмого созыва пройдут в соответствии с принятым в 2014 году законом, возвращающим смешанную систему выборов в Нижнюю палату парламента. Согласно закону, половина из 450 депутатов будет избираться по партийным спискам и половина по одномандатным округам. Кроме того, по закону в парламент следующего созыва пройдут партии, которые преодолеют 5-процентный барьер. Качество производства молочной продукции и нефтепродуктов под контролем этой теме посвятили заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. В Ненецком округе свои доклады представили руководители агропромышленных предприятий и нефтяные компании, работающие на территории региона. Первым делом члены комиссии обсудили порядок проведения проб произведенной продукции. По словам директора Ненецкой агропромышленной компании, вся продукция предприятия производится из цельного молока. Сухое молоко используется только при производстве йогурта. Регулярно сдаются пробы в центры гигиены и осуществляется ветеринарный контроль стада. Для контроля качества молока и молочной продукции существует технический регламент о безопасности. Технический регламент мы подтверждаем в городе Архангельске на соответствие раз в три года. Нарушений нет и в работе открытого акционерного общества ВИТО. Раз в три года ВИТО получает сертификат качества в Архангельском центре стандартизации и метрологии. Ежедневно молочные продукты проверяют в центре гигиены и эпидемиологии. Для информирования населения округа о качестве продукции председатель комиссии поручил регулярно размещать сертификаты качества на сайтах предприятий. Раз в месяц по мере получения сертификата просто делать информационное сообщение о том, что вашими организациями получен сертификат от лаборатории. Большое внимание уделяется и контролю моторного топлива на объектах нефтепродуктообеспечения в регионе. Систему проверки продуктов представили две компании – Ненецкая нефтяная компания и Лукоил Северо-Запад нефтепродукт. Последняя имеет две автозаправочные станции в Наринмаре и одну на Харьягинском месторождении. Специалисты отрасли проводят двухфазную проверку топлива и масел при отгрузке с завода и после транспортировки. По прибытию в Наринмар также проверяется на соответствии с показателем при приеме продукции плотность, цвет, внешний вид, вода. После слива в резервуар из резервуара отбирается проба. Но так как лаборатории нет, то в соответствии со схемой обеспечения качества в Наринмарской нефтебазе пробы топлива отправляются для проведения анализа в Печору или же могут отправляться в Ухту. Ненецкая нефтяная компания имеет в округе два заправочных комплекса, один из которых – плавучая АЗС в районе Наринмарской нефтебазы. Для выполнения проверки компания имеет собственную лабораторию. У нас делается анализ плотно-фракционный состав, точно так же плотность, вязкость, светлость, вода, мехпримеси и различные другие вещи. И идем в совершенствование. На сегодняшний момент идет капитальный ремонт здания бывшей котельной, где будет располагаться непосредственно лаборатория, уже которой мы будем аккредитовывать. Который будет стоять оборудование, позволяющее проверять фильтруемость, на серу, на разгонку. Также представитель Ненецкой нефтяной компании объявил о планируемом запуске новой АЗС и реконструкцию уже действующей на улице авиаторов. Обсудили члены комиссии и качество авиационного топлива. Контроль в этой сфере осуществляется в соответствии с федеральными авиационными правилами. Северная транспортная компания запускает рейсы в Республику Коми. По информации портала государственных органов власти, с 20 июля муниципальное предприятие Заполярного района начинает эксплуатацию нового скоростного пассажирского катера «Баренц-9000», который зарегистрирован под названием «Виктор Безумов». Катер планируется использовать в основном для осуществления пассажирских перевозок на дальние расстояния в Усть-Цильму. Катер длиной 10 метров рассчитан на 18 пассажиров и может использоваться на маршрутах протяженностью до 700 км, развивая скорость до 50-55 км в час. Небольшая осадка позволяет эксплуатировать судно на водоемах с небольшой глубиной. Из Наринмара-Усть-Цильму рейсы будут выполняться при наличии 70-процентной загрузки по понедельникам, средам и пятницам, обратно по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути – 7-8 часов. Расписание движения «Баренц-9000» – временное. Тарифы на перевозке утвердила администрация Заполярного района. Стоимость проезда по Печоре от Наринмара до Йормица составит 2920 рублей, до нового Бора – 2570 рублей. Поездка до станции «Медвежки» обойдется в чуть более 2000 рублей. В Усть-Цильму – 5000 рублей. Стоимость аренды катера установлена в размере 8870 рублей в час. Также с 20 июля снижена стоимость проезда на быстроходных моторных лодках ЗР-1 и ЗР-2. Цена проезда на моторных лодках и теплоходах теперь одинаковая, а выигрыш во времени по сравнению с теплоходом составляет 6 часов. На теплоходах в июне перевезено около 3000 пассажиров. За первый месяц навигации услугами катеров воспользовались только 39 человек. Корреспонденты телеканала «Север» продолжают рассказывать о жизни в деревне. В этот раз наша съемочная группа побывала в маленьком поселении на границе с республикой Коми – деревне Тожреска. Спорт под открытым небом. В Наринмаре идет подготовка к первому фестивалю силовых видов спорта. Федеральная реклама по цене региональной. Точное попадание в цель. Бесплатный телефон по России – 8 800 100 1 83. «Север» становится ближе. Внимание! Если у вас есть записи на видеопленке, которые вы желаете хранить в цифровом формате, воспользуйтесь услугами профессионалов телеканала «Север». Ваши видеозаписи будут переписаны на современном оборудовании, на DVD и другие носители. Также возможна запись видеоматериалов с карт памяти, фотоаппаратов и видеокамер. Телеканал «Север» сохранит ваши воспоминания в качественном формате. Обращайтесь по адресу улица Ленина, дом 25А. Телефон 2 17 17. В Наринмаре пройдет первый фестиваль силовых видов спорта. Его участники смогут испытать себя в четырех силовых направлениях – кроссфите, армрестлинге, воркауте и армлифтинге. Спортивное событие пройдет на площади Марацей 30 июля. Соревнования по силовым видам спорта для Наринмара не новшество. Ранее они проводились раздельно. В этом году организаторы запланировали проведение мероприятий в один день и решили объединить их в один фестиваль силовых видов спорта «Сила Заполярья». Программу соревнований также добавили армлифтинг. Этот вид спорта определяет силу хвата и заключается в тяге ручки с весом. Специальный тренажер называется «Роллинг Тандер». Сейчас благодаря спонсорам заказали, наше объединение армрестлеров заказали эту ручку. Она американская, сертифицирована. Также заказали профессиональный стол для армрестлинга. Он в таком патриотичном виде выглядит, триколор. Я думаю, будет не просто интересно, а просто зрелищно будет. Условия для участия в фестивале одинаковы для всех спортсменов. При себе иметь спортивную одежду, обувь и хорошую физическую подготовку. Предварительная регистрация участников проходит в группе «Сила Заполярья» в социальной сети ВКонтакте. Самая крайняя на карте Нинецкого округа в 65 километрах от столицы региона живет своей тихой и размеренной жизнью маленькая деревня Тошвиска. Вопреки всем проблемам и благодаря любви ее жителей к своей маленькой родине, поселение пусть и не процветает, но на фоне более крупных населенных пунктов выглядит вполне достойно. Почти все ее постоянные жители, а это чуть более 60 человек, люди пенсионного возраста. Как и чем живут в маленькой деревне на границе с республикой Коми, узнала наша съемочная группа. Я до армии еще вроде был тут где-то лет 16-17 лет было. Николай Василискович Безумов – один из старейших и уважаемых жителей Тошвиски. Здесь родился, женился, работал и растил детей. Вся жизнь и все воспоминания связаны с родной деревней. Никогда процветавшая, с более чем 130-летней историей, сегодня она больше напоминает ухоженный дачный поселок. А в былые времена жизнь здесь кипела, вспоминают старожилы. Еще до войны, в 1934 году, в деревне был создан колхоз «Красный рыбак». Рыбы добивали 700 центров всякой разной, наваги, белой. В начале 70-х рыбаки Тошвиски, Щелины и Виски объединились в артель. В те времена выживать всем вместе было легче. По сей день рыболовецкий колхоз носит имя Владимира Ленина. Висчане ведут лов на участке Угрависка, Тошвисчане – на лосинце, рассказывает Николай Василискович. Кстати, целых 10 лет, с 1976 по 1986 годы, он был председателем отделения колхоза. До этой должности был пройден огромный трудовой путь. Работать старожил деревни начал в 13 лет. В то время Николай Василискович вспоминает с ностальгией. Население Тошвиски было в разы больше, работы было много. До начала 90-х в деревне была своя животноводческая ферма. Телятник, добротная конюшня, маслозавод, где производили сливки и масло. Хозяйство насчитывало до 100 голов дойного стада. Деревня строилась, жизнь бурлила. Свой дом с настоящей русской печью, сенями и горницей Николай Безумов построил в далеком 62-м. Сегодня молодежи в деревне практически не осталось. Нет ни работы, ни детского сада, ни школы. По сей день рыболовство – основное занятие немногочисленных мужчин Тошвиски. Сегодня на краю Ненецкого округа в основном проживают пенсионеры. Летом у них хлопот хватает. Держат огороды, выращивают картофель, огурцы. С недавних пор в деревне осталась только одна торговая точка. Магазин потребка операции закрылся. Продуктами деревенских жителей снабжает Наталья Карманова. Привозим сейчас пароходами, СТ-шками. Зимой на Буранах, Сухты. Как ассортимент? Нравится населению? Всё ли пострали? Возим то, что им надо, что они любят. От продуктов до техники и стройматериалов. Частники готовы предложить своим землякам широкую номенклатуру товаров. Работают под заказ. Как и в любой деревне, отпускают товар под запись, то есть в долг. Есть в Тошвейске и своя пекарня. Правда, сейчас пекарь Наталья Зарубина в отпуске. Поэтому запаха свежего хлеба, как и самого хлеба, в деревне нет. Ну, я, бывает, через день пеку, конечно. Да, когда как. Ну, вот сейчас практически хорошо пекали. Идёт хлеб. Шёл. Хорошо. Жалоб не было. А что печёте? Хлеб или булочки? Нет, только хлеб. Белый-чёрный? Белый-чёрный, да. Как и в любом населённом пункте округа, в Тошвейске есть свои проблемы. Самая большая и животрепещущая – отсутствие медицинского работника. Местный ФАП закрыт на замок. Вельчер уехала в отпуск, и на замену ей, как это было раньше, никого не прислали. И многочисленное население деревни, старики и маленькие дети, которые приехали на каникулы, остались без медпомощи. Для тошвейсчан это настоящая беда. Ждать помощи можно только из виски. Но и это не ближний свет. А если вот так кого-то везти, какого-то больного до виски, или хотя бы с виски ехать, то же самое. Всё-таки 25 километров по Печори, вот сейчас всё обмелело, нужно ехать только по Печори. Там шарами, наверное, уже тоже будут проблемы ехать. И вот мы оставили так вот, не подумала руководство. Вообще-то плохо такая, на улице жара стоит, у меня плохо. Да и детей маленьких много. Инвалидов, у нас же здесь пожилой возраст, почти все уже 50-ти годами старше. Не менее серьёзная проблема для жителей деревни – плохая мобильная связь. Позвонить можно только встав в определённую точку. Таких жителей тошвейски нашли несколько. Можно ли вообще где-то её здесь поймать? Можно. На куче в магазина. Шлак был когда-то у нас. Там поймали. Ну, в общем-то, проблема. Искать надо, бегать с телефонами. Недовольны жители деревни качеством интернета. В Ненецкой компании электросвязи уверяют, никаких проблем, в том числе аварии, неисправности в деревне нет. Чаще всего проблемы появляются из-за несоответствия тех тарифных планов, которые они берут, и необходимых услуг, которые они требуют. То есть, когда берут 256 килобит в секунду, которые позволяют только открыть страницы для просмотра, они хотят просматривать видео, ну и, соответственно, получаются проблемы, которые вам были озвучены. Что касается качества мобильной связи, то, по словам Вячеслава Махнёва, по сравнению с той же виской, деревня расположена в низине. Отсюда и проблема. Рельеф местности не позволяет принимать устойчивый сигнал. В таком случае специалисты советуют приобрести репитер – усилитель сигнала сотовой связи. Несмотря на существующие проблемы, жители деревни не отчаиваются. Несмотря на, казалось бы, отсутствие перспективы, продолжают вести несуетливую и размеренную жизнь. Я здесь родилась, никуда не уехала. Значит, естественно, нам нравится здесь жизнь. Здесь же природа хорошая. Пока была ферма здесь и народу ведь ходили, заря ходил, теплоход, ракета ходила, самолёты у нас летали два раза в неделю. И всё, ведь люди, это, по многу ведь население здесь насчитывалось. А вот убрали скотный двор животного, зато сейчас мы сидим без молока и без мяса. Молоко, мясо и дополнительные рабочие места сегодня можно получить собственными силами. Благо, в округе существуют разные виды поддержки. Об этом жители деревни обещали задуматься. А пока в планах на ближайшую перспективу заготовка ягод. А там и зима не за горами. Зимой, говорят, жить легче. На снегоходной технике можно быстро добраться до соседних деревень и до столицы региона. Ирина Цепетова, Антон Водряков, Телеканал «Север». На этом пока всё. Увидеть новости можно и на нашем сайте по адресу trksever.ru. А далее смотрите прогноз погоды.